Доброе утро, ребятки! Мы еще здесь. Я хожу утром по двору. Очень люблю ходить, потому что свежо, хорошо, не жарко. Вчера засыпали под пение кузнечиков. Утром... О, петухи орут. Утром проснулись от... Кто-то гнал уточек на этот самый... Вот туда в поле покормиться. Кто-то с коровкой шел, коровка мимо шла, мукала. Ну, короче, такие, знаете, как удовольствие села, когда лежишь и слушаешь, как кузнецы стрекочут. Здорово! Витя говорит, Лен, я как вроде в детстве. Сейчас Витя принесет водички, пойдем качечкам дадим попить. Вот, Светик убежала на работу, но ненадолго я сейчас довариваю уху. Сейчас вам покажу ушицу, какая у нас получилась. Света придет, пообедает. Я заберу молочку и в путь дорожку. Мы еще хотим в Вознесенске заехать на рынок этот самый. Семечки там появились уже этого года. По 50 гривен за литровую баночку. Ну, короче, посмотрим. Боже, я на этого паука вчера смотрела, а он еще ползает. Боже, как я их боюсь. Он мне снился, блин. Ой, кошмар. Это окошко. Ой, я их ненавижу. Пауков. Чего-чего. Люблю животных всяких разных. Но змеи и пауки для меня это, ну... А, идет рыжий кот. Боже, я его вчера, ребята, снимала на видео, но неудачно. Вон он заходит. Худющий. Сейчас он сюда к нам придет, я вам его покажу. Худющий. Такой страшненький. Но это ходит от соседки. Но ручной. Очень ручной. Он кушал у меня из рук. Вот я сама к нему иду. Ты пришел снова. Доброе утро. У него глазки больные. Я сейчас возьму, кстати, пакетик чаю. Надо ему промыть глазки. Они у него больненькие. Боже, яке ж воно худенькое. Маленькое, худенькое. И снова пришел. Ты на запах ухи? Ребятня. Худая ребятня. Да, ты на запах ухи пришел. Сейчас буду тебе очи капать. Блохастику. Сейчас заварю чаек. Витя. А возьму пакетик и покапаю ему глазки. Прямо из пакетика. Боже, жалко мне его. Он вчера на меня смотрел. У него такие слезки из глазок. Полечим сейчас. Собачка подтягивается с утра. Витя, пришел тот котенок рыжий. Сейчас я ему буду... Может, тебе сделать чаю? Я пакетик запарю, чтобы его полечить глазки. Попьешь чайку. Идите, пейте. Ребята придут чине. Меня боятся, да? Рыжуха моя. Пошли глаза лечить. Сейчас включу чайник. Собачка чухается. Ну, короче, дела у животных начинаются с утра. Что покушать, почесаться, потягушечки сделать. Петухам песни поорать. Да, Витя? Про кузнечиков рассказывал. Это камень-ракушняк, я так понимаю, да, Витя? Да. Да? Такой он пористый камешек. Извесняк, ракушняк. Ага. Тут сбор. Сережа занимается там асфальтом во дворе, и эти камни нужны. Бетон, бетон. И бетон ложек, бетон. Вот. И это самое. Где-то подбить, где-то подложить. Ну, короче. В Доне все пригодится, да? И больненькие глазки у котика. Пошли лечиться. Все. Пошла запаривать чай. Сейчас покажу вам ушицу. Ребятки, вот она уха наша. Посмотрите. Здесь и помидорки, и морковочка, и болгарский перчик. Здесь у нас варилась голова от короба большая. И хребет лососевый из красной рыбки. Такой вот хребетик. Уха получилась наваристая, прозрачненькая. Сейчас еще раз попробую на соль. Зелень из заморозки. Сейчас еще, может, чуть-чуть петрушки, ведь она щипает на огороде. Попробую на соль. И выключаю. Ой, хороша уха. Все, выключаю я газ. Оп. И накрываю ее, чтобы она пропарилась. Все, ребятки, полечила я котика. Вымыла ему мордочку этим самым заваркой, чайной заваркой. Посмотрите, какой он художный. Это прям велосипед, велосипед. Эй, ты велосипед. Да, худой велосипед. Ну, наверное, это такая какая-то порода. У него братик точно такой же, только серенький. Что, прыгать будешь? Давай, иди. Иди. Полечили глазки. Все. Эти два. Это черная нагленькая. Кухня заходит сама. Да. Да. Вы думаете, кушать я вам даю? Ой, 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 ой. Это не кушать. Они на запах ухи. Витюшка сербает уже уху, кожелем. Ну, давай уже. Мне так хочется горяченького по это самое покушать. Доброго дня. Лена сейчас говорила, такой юшки хорошие. Очень смачная, гада на дну. А мне вроде трошки на соль, нет? Не соленовата? А мне соль хорошо. Да. Чем меньше, тем лучше. Света коржиков напекла с утра таких добрых. Мы кофе пили с коржиками. Пухканьки такие на кефирчике. Газовая плита. Все прелесть, конечно. Кто кушает смачного, хорошего дня вам. Да, да, да. Не, ну я же рузди. Ничего, я тебе личико показываю. Красивая личико. А, галстука нету, смокинга нету. Но беседка я вам показывала. Это Саша сделал такая конструкция из деревьев. Стволы дерева. Мне нравится, что она такая вся получается природная. Без всяких за этих как заморочек. Господи, слова забыла. А коты сидят, ждут. Что ж, запах хороший, да, ребятки? Ну, вам чуть попозже хозяин будет давать. Тут все по времени. Не, в них там лежит. Уже положил, да, уже ел. Ну, так я вижу, что лежит. Тот умывает чаек с мордашки. Там еще такой ходит котик. Но он, это, наверное, из другого уже помета. Короче, здесь котов и котов. И собак, и собак. И всем хочется покушать и быть с чистыми, умытыми глазками. Да, рыжик. Рыжик. Чёрный лёг уже. Всё. А петухи с утра орут. Ребятки, мы выехали домой и хотим подъехать здесь. Нам очень нравится. Здесь получается карьер. Какой он виден? Не глина, песок. Песчаный карьер. Едем вниз. Выключили двигатель. Коровки пасутся. Жара неимоверная. Мы сняли все кофты. Сняли. Ну, короче, в футболочках едем. И хотим посмотреть, что же это там за мел. Или... Да, наверное, песок. Песок, да. Песочек. Песочек. Да. И коровки пасутся. И жиночка. Пасека. Видишь, не мужчина, а женщина. Всё, ведь остановился в тенёчке. Подождёт меня. А я туда пойду прям к этим горкам таким. Ага, действительно. Это получается такой, знаете, белый песок. Света сказала, что он строительству, скажем, не для строительства, а просто такой... Вот именно такая земля. Песчаная. И такие огромные прям горы. Ой, а тут как хорошо в тенёчке. Подделится. Тут, наверное, и отдыхающие. Да, вон дровишки. Люди, наверное, отдыхают. Полянка. Вот я подхожу уже. Да, вон кострище. Делали, наверное, шашлячок. Покушали мы ушицы. Славная получилась уха. Сделала салат из помидор. Племянник подъехал на обед как раз. Покушали и в путь. Вот видите, как... О, там что-то прямо вырыто какое-то гнездо. Такое прям интересное. Что оно так... Что сделало такую ямку интересную? Не знаю. Ага, и прямо колокольчики по этому песку растут. Витя, глянь, какая яма интересная. Да, Леночка, тут же можно сделать пещеру и жить. Да не, Витя. А как же без Стёпы? Ну да, мышки, наверное, есть. Света пошутила. Сейчас мы выезжаем. А она каже племяннику. Каже, Толя, возьми маленького котёнка, пока Витя не видит. Кинем в кофр, рваный и не заметит. Я говорю, Стёпа нас сразу заметит, что мы не одни. Не, он хозяин в собственном доме. Никого не пустит. Вот такое интересное, ребята. Потому что мы сколько раз едем, то мы загружены, то мы спешим. То дождь размыл дорогу. А этот раз мы уже так спланировали, что будем ехать обратно и обязательно. Я не знаю, кого интересует, смотрите, кого нет. Но нам интересно. Он действительно почти белый. Да, 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 вижу, Витя, гнёзда птиц. Чуешь? Смотри, это же получается он жёлтый, потому что его много. А если его взять это самое, то он совершенно белый, да? Не, Витя, а то разве такие могут быть ровные гнёзда? Ой, смотри, а он скользкий такой, чешу. Нет. У вас не такой слоновый костик, Витя. Угу. У вас такие не белые, а именно песок такой хороший. Рассыпчатый. Сильная структура, мелкая, да? Да, мелкая. Ой, Боже, он как порошок. Ты бачишь, как интересно. А корни, прямо корни из песка. Надо же так. Вот природа, да? Смотри, дерево дарит. Ну, влага, значит... Вот этот вот пласт дарит. Да, да. Не буду... Обалдеть. А ведь ещё и это... Это же абрикоска. Ну да. Абрикоска. Ну, в этом году ни одной абрикоски. Ну, Витя, год через год. Так всегда. Ни одной не могу. Да, да. На рынке 150 гривен килограмм. Ты не хочешь таких качалочек? Нет, Витя, не надо. Ну, камышики такое. Ну, качалочки такие. Ну, мы солнце их не довезём. Нам некуда ложить. Красивые, конечно. Знаешь что? Наверное, наломай. Мы, может, вбок сюда положим. Мне они всегда нравились. Только немного. Вот я заметил женщину. Штучек 9, 12. Я понимаю, что надо выждать паузу. Нет, это да, но чуть-чуть попозже. Категорически было против, а сейчас... Качалочки, камыши. Посмотрела, они маленькие такие, а может... Не, ну, аккуратные такие, красивые. Я же тебе доверяю. Выбери самые красивые. Я, кстати, на рынке, когда, например... Ну, как, с хорошей точки зрения, я люблю делать людям комплименты. Например, покупаю чего-нибудь там. Ну, пусть арбузы, да. Мужчина торгует, а я же думаю, ну, надо же как-то подыграть, подыграть. Я говорю, выберите мне, пожалуйста, такой арбузик, чтобы я на вас не обижалась. Ну, это одно. А второй был, но он сейчас уже у нас знакомый. Я говорю, так, мне такой же арбузик. Или там яблочко. Ну, вот такие гарные, как я. Он, о, сейчас буду выбирать. Шутки, а приятно. И ему, и мне, знаете, такая игра слов. Вот. И... Так что и здесь. Я говорю, Витя, я тебе доверяю. Выбери самых красивых камышей. Немного. Ну, сейчас как-то уложим между резинками. По ветру они будут обдуваться. С ними ничего не будет. Чем-нибудь свяжем. У нас есть проволочки, резиночки. Все у нас с собой. Племянник смотрел, скажет, да, вам бы сюда еще духовочку. Столик. Я говорю, поверь мне, при желании у нас и шмелек туда влазит, и карематые палатки, и турка для кофе. Так что все, все это уже проверенная школа. Загруженный мотоцикл опять. Взяла и молочки, и яйца, и... Ну, в общем, как всегда, Света не с пустыми руками. Я сюда, она ко мне и так далее. Так, так и живем. Делимся всем, что есть. Я с нею, она со мной. А коровки пасутся. Ребят, ну жара, ох и жара. Фух, я даже не представляю, сколько градусов. Ну, удовольствие мы получили. Ну, релакс просто. Ощущения, знаете, такие, ну, легко, хорошо. Общение с родными. Как хорошо, что мы не так далеко друг от друга живем и имеем эту возможность. Это так здорово. Все, стоит мотоциклик, нас ждет. Сейчас в путь дорожку. Сейчас Витя нарвет камышики. И поедем. Заедем на рынок. Посмотрим, что там. Фух. Нас интересующие. И домой до Степки. Я думаю, у него должно быть все хорошо. Корма много, туалетов тоже, водички. Две полные миски. Ну, это получается, у нас не было полтора дня. Сейчас время у нас уже... Ой, выключен мотоцикл, не скажу время. Ну, где-то, наверное, около часа. Может быть, двенадцать. Вот, самый час пик, конечно. Ну, ничего, доедем, доберемся. Все будет хорошо. Жду видео, ребята. Потом дома скомпоную в вазочку камышики. Камышики. Хоть с вами поздороваться сдалека. А то все говорю, говорю. Вот, а себя не показываю. Ну, понятно. Немножечко такая, знаете, после шлема взъерошенная. Хотя мы от Светы отъехали, ну, совершенно мало. Мало километров. Ну, буквально. Это Света на село. Еще одно село. И вот этот вот карьерчик. Ну, то есть, буквально рядом, рядом. Вот. Жду видео. Вон он уже идет. Фух. Да, кстати, он прав, что мы не одели ни кофты, ничего. Я в футболочке просто. Потому что оно и не нужно. Она будет больше парить Света. Ой, Лена, ты замерзнешь? Оденься. Нет, Свет. Скорости мы большой не сможем развивать. Потому что сейчас не та будет дорога. Вот. Поэтому, говорю, одеваться мы точно не будем. Все, Витюшка идет. Все, ребятки. Будем. Дома скомпоную, покажу. А? Что ты нашел? Змею? Что это, змея? Да. Желтый брюх. Да не надо. Не пугай только. Палка. Ну, это. Я гляну. Ты думал... Пидожди, я сейчас переверну камеру. Дыруся, Сэш. Зачем? Дыруся. Я думал, все сбросили. Слушай, а она действительно как в шелухе. Смотри. А, ты думал, что кушу сбросила. Фу. Думаю, Ленина пояс будет. Такой змеиный пояс. А ты гляну, а это корень. Он такой важный. Он, как желтый брюх. Подожди, ближе. Дай мне ближе. И так, даже пасть там это. Она как, видишь, в чешуйках. И получается, как будто бы кое. А еще и рот открытый. Господи, не надо. Покажись, какие они. Ой, какие нежные. Ну, гляньте. Память будет нам. Красота живет, правда? Это лето заканчивается, а мы будем вспоминать этот момент. Так главное, что откуда они привезены. Да. Именно, что будет осенью, зимою. Добрая нотка из лета, да? Да, долгими зимними вечерами будем. А помнишь, как жара нас... Ты помнишь, как все начиналось? И снывали, да. Так что зафиксируем этот день. Обязательно. Ребятки, мы наконец-то добрались домой. Заехали еще на рынок, купили все-таки хороших, классных семечек, которые мы любим. Они подорожали, но ничего, будем жарить и кушать. Пару арбузиков взялись, приценились к ценам на овощи. Степочка встретил прекрасно, наелся, лег спать. Степ, 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 степ. Все нормально? Все нормально. Горшочки поменяли, корм отдали, все хорошо. Стирка стирается, мы перехватили уже. Душики приняли и сейчас будем отдыхать. Ну вот, ребятки, посмотрите, какая красота. Плюс еще дереви Витя принес. Ну вот, посмотрите, вот сколько мы будем их видеть в доме. Будем вспоминать тот момент, который мы сегодня наблюдали на этом карьере песочном. И увидели красивые-красивые камышики. Привезли домой. И у нас будет вот такая вот композиция. Будем смотреть и вспоминать сегодняшний день. Потому что завтра будет другой день, послезавтра третий. И так будет продолжаться наша жизнь. Сколько нам отмерено Богом и судьбой. Все, мои хорошие. Помою сейчас посуду после ужина. Потом еще покушаем арбузик. И на этом день закончится. Арбузы купили по 10 гривен за килограмм. Это очень недорого. У нас 20-25. В общем, привезли. Я их между нами поставила в пакете. Два арбузика между мной и Витей. Но, в принципе, ни Вити, ни мне они не мешали. И мы с арбузами приценились на поле к овощам. На сок, помидорку можно взять по 10 гривен. По 15, чуть покрупнее. И по 15 взять болгарский перец. Но это от нас далековато. И дорога там немного убитая. В общем, мы еще в стадии решения. Решаем, поедем или нет. Ну, а пока все, ребятки. Спасибо вам за внимание, за комментарии, за лайки, за ваши добрые слова. Ну, а мы, как всегда, с вами Витя, Лена и Степан. Мы уже дома. С красивым букетом. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok